МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О новогодних мероприятиях в Театре на Спаской. В общем, такая уже предпраздничная у нас программа во втором часе. Ну а в первом часе мы будем продолжать наш разговор с уполномоченным по правам ребенка в Кировской области Владимиром Шабардиным. Владимир Валерьевич, добрый день. Добрый день. Да, вчера у нас было особое мнение Владимира Валерьевича, как обычно при том спектре тем и направлении, которые курирует у нас уполномоченный по правам ребенка. Мы не успели просто-напросто все охватить, о очень много интересной и важной информации. И хотим мы сейчас начать разговор о очень интересной программе. Называется она «Подростки России». Главная ее задача – создание системы всесторонней поддержки подростков. Понятно, почему обращается большое внимание именно на эту категорию, потому что очень важный, очень интересный, очень сложный возраст. Ребят нужно поддерживать, направлять, сопровождать. Ну и вот, в частности, на сайте уполномоченного по правам ребенка в нашем регионе написано, что сейчас и, в общем-то, уже в этом году активно в регионах обсуждается вопрос формирования реестра компаний, предприятий, организаций, которые готовы принимать к себе подростков, заниматься с ними и заниматься методическим сопровождением. Ну что, давайте говорить, о чем речь? Это какое-то новое направление вообще в работе за последнее время? Вообще, это направление, которое мы сейчас, ну вот в частности, давайте начнем, почему оно, я вижу здесь личный момент Марии Алексеевны Беловой, потому что… Уполномоченный по правам ребенка. Да, при президенте, потому что она является сама, собственно говоря, человеком, который в свою семью взял несколько подростков еще до того, как она стала уполномоченной. Поэтому вот эта тема и поддерживается особо. И в рамках четырех больших направлений, которые сейчас отдельно выделяются у полномоченного при президенте по правам ребенка, как раз программа «Подростки России» занимает особое место, потому что подростковый возраст – это возраст очень сложный, очень серьезный, и мы вчера об этом говорили отчасти, да. Это вопросы и социализации, и переходного возраста, и уже недопонимания. И вот… А вообще подростковый возраст, извините, перебью, сейчас по современным меркам он с какого возраста начинается? В последние годы как-то принято было его смещать, вот все. Ну, вообще… Понижать планку. Это понятие такое плавающее, у нас сейчас молодежь… Кому как повезло, видимо. От 14 до 35, при этом не все понимают, что там, как бы, вот, что именно молодежь в таких рамках, но при этом и подростковый возраст накладывается на это же, поэтому считается, что подростковый возраст, ну, сейчас фактически там тинейджеры, это вот, как это называется там, ну, наверное, с 11-12 уже, то есть 13-14-15-16-16-16. Это активно, да, но вот это такая, ну, планка, которая, ну, все-таки плавающая, и мы не можем четко разделить, вот, ребенок вот такой-такой, у нас дети, и в школу-то один пошел в 6 лет, другой в 8, поэтому здесь все-таки зависит от личности ребенка, да, то есть какому возрасту, и что у него сформировалось, и мировоззрение, и физически, физиологически, вот. Вот, и поэтому вот необходимость принятия программы подростки России и пространства для подростков, а я сразу хочу сказать, как бы разделить две-два момента, то есть мы вчера разговаривали, и у нас есть очень хороший опыт создания пространств для подростков в рамках таких НКОшных дел, да, то есть некоммерческих, негосударственных организаций, и есть примеры, когда создаются пространства для подростков, в частности, вот мы с коллегами видели в Тюмени, когда управляющая компания на своей территории отдает несколько кабинетов под пространство для подростков этого микрорайона своего, и при этом вот они сами говорят, что это очень хороший опыт, поэтому, потому что, во-первых, подростки видят, что, ну, для них создаются условия, во-вторых, они не на улице, не в подъезде, соответственно, там, и ничего не рисуют, нигде не пачкают, да, и заняты, да, серьезно. Ну, и такие пространства, вот я хочу начать там с НКОшников сначала, в частности, как, например, в Новосибирске и в Нижнем Новгороде. Вот я специально в сентябре был в Нижнем Новгороде, ездил к нашим коллегам, там есть такое пространство, которое называется «Хулиганодом», такое вот оно прямо в названии уже своем, ну, поначалу немножко так... Ну, такое, задиристое такое название. Задиристое, да, то есть многие там, что это так, но на самом деле оно отражает проблематику вот этих ребят, то есть там некоммерческая организация сейчас уже имеет 4 центра, это сам Нижний Новгород и 3 центра в области, Бор, Урень и КСТО, вот, в которых, собственно говоря, созданы вот это пространство для подростков, в частности, в Нижнем это такое достаточно большое пространство, это несколько помещений, там порядка, по-моему, там 200 или 300 квадратных метров, в котором есть специалисты, там есть очень серьезные специалисты и в области педагогики, и психологии, и специалисты, которые могут с детьми чем-то позаниматься, то есть это такое пространство, которое, это не кружки сразу, то есть, ну, куда могут быть подростки, в том числе самые сложные, самые трудные подростки, которые могут там чем-то позаниматься. Там есть там чай, плюшки, там сушки, есть настолки, есть книги. Атмосфера более неформальная, более свободная, да, в сравнении. Да, то есть это не имеет, что важно, расписание, знаете, вот, чем отличие, там, от секций, да. Там есть педагог, который есть. Есть, есть, есть педагог, есть организатор, вот, и вот это ключевая тема, что у нас нехватка таких пространств, то есть вот то, с чем мы столкнулись у нас, мы проводили мониторинг, я скажу чуть позже, вот, а это вот то, что касается некоммерческих организаций, и это очень, на самом деле, классная практика. Вот Марина Ефимова, которая в Нижнем Новгороде это делает, на самом деле было удивительно, что она эту идею вынесла от нас. У нас Нина Николаевна Ершовой и Марина Николаевна Бардатая, наши известные очень педагоги, да, которые работают с подростками, они, собственно говоря, и явились одними из людей, которые вот ее привели к этой мысли необходимости, и она прямо называет, что это мои учителя. Но, тем не менее, вот первое пространство все-таки создали наши нижегородские коллеги, а не мы. Вот, и хотя, на самом деле, это очень важно, и сейчас муниципалитеты Нижегородской области, они сами обращаются с запросом о создании вот подобных пространств именно этой же организации. Но это все грантовые на настоящий момент средства. Вот, а сегодня, на мой взгляд, происходит очень серьезное знаковое событие, потому что в 5 часов вечера по Москве одновременно у нас откроются 13 новых подростковых центров в регионах, и это уже другая программа, это программа федеральная, при участии Федерального центра развития программ социализации подростков. И был конкурс, программа социализации подростков, и вот победители этого конкурса, собственно говоря, вот эти 13 центров новых и получили. А мы участвовали там? Потому что Кирова-то в списке пока нет? Кирова в списке пока нет. Доля нашего участия мне лично неизвестна, то есть как подавалась ли заявка, или она не подавалась, в каком имени и так далее. Но я очень надеюсь, что вот, собственно говоря, опыт наших коллег, а у нас, в частности, открываются сегодня у ближайших соседей это Новый Чебоксар, в Чувашии и в Цыктывкаре, в Коми, все-таки подстегнет нас к тому, чтобы мы куда-то заявились, и это пространство все-таки появилось. Кто должен эту заявку? Ну, разговаривая с коллегами, эта молодежка все-таки идет через Министерство молодежной политики. Но в любом случае это госорган. Да, да. И на настоящий момент уже открыто 5 подростковых центров. Белгородская область, Республика Дагестан, Новосибирск, Пенза. Вот в настоящий момент вот эти первые пилотные, первые ласточки были, и пензенское пространство, двор, я тоже в этом году специально ездил у нас в рамках съезда уполномоченного. Было знакомство, как это работает. И вот сейчас там следующие 13 регионов, следующие 13 центров у нас открываются. Задача все регионы стоит охватить? Да, задача стоит охватить все регионы. И я уверен, что у нас все-таки такой центр появится. И с федеральным центром работа, я уверен, что она все равно какая-то ведется. Но я бы хотел сказать, что вот здесь, что не надо строить телевизию, что один центр на регион решит проблему всего региона. Даже если мы сделаем один центр на территории города Кирова, у нас все равно не всегда там, даже территориально, все подростки смогут туда доехать. Поэтому поставить галочку о том, что мы открыли один центр, это хорошо, но он должен стать неким базовым ресурсом для того, для того, чтобы и программы пробировать какие-то для работы с подростком, и отрабатывать категориями с отдельными. То есть это есть подростки, там, девиантники, есть подростки, которые находящиеся в конфликте с законом и так далее, и так далее, и так далее. То есть это такие категории, с которыми можно и нужно работать отдельно. И подростки, которые, ну, имеют свойство, ну, такой момент, нести, ну, дух противоречия, я назову это так, да, то есть вот отвергать все, что предлагается. Поэтому им нужно давать возможность выбора и альтернативы, ну, предлагать что-то еще. И вот как раз подростковые центры, они могут предложить то, что не может сейчас предложить, допустим, структура дополнительного образования. То есть, ну, музыкальной школы, нам понятно, что это такое, да. Понятно, что такое, ну, там, секции или кружки вот какой-то определенной направленности. Но мы знаем, что огромное количество подростков не задействовано никак, и оно не участвует именно вот в каких-то вещах, которые, ну, находятся в определенных рамках. А есть моменты, когда подростки собираются в торговых центрах, да, то есть на детских площадках. Ах, мне кажется, они именно там и собираются. Они именно там и собираются, и вот как раз речь идет... А есть интересная идея. Есть, не то, что она есть, она даже реализована в регионах, что, собственно говоря, учредители вот этих торговых центров, они принимают решение о предоставлении места под пространство для подростков на территории своего торгового центра, то есть для людей, которые готовы работать с такими детьми. И вот именно подростковое пространство открывается на базе торгового центра. То есть это не то пространство, которое там, знаете, как коммерческое поставили там, ну, какие-то аттракционы... Услуги какие-то, и что-то такое. Да-да-да, услуги. Нет, это немножко, там, немножко совсем другая история. Представляете, какой пласт жалоб пропадет из соцсетей? А, подростки тут шляются по торговым центрам. Ну, вот, знаете, я на самом деле... Вот центры, да, это прекрасная, абсолютная инициатива, но мне бы хотелось, возможно, немного спуститься пониже, да, на некоторый бытовой уровень. Есть ряд европейских, к сожалению, не российских исследований, да, о том, что если мы берем вообще городское пространство, да, то самая незащищенная категория в плане, в этом плане, это девочки-подростки. Потому что для них город не может предложить вообще ровным счетом ничего. То есть девочка, становясь подростком, она выходит на улицу. То есть если мы не берем какие-то, да, цивилизованные формы досуга, я имею в виду, то есть какие-то секции дополнительные, кружки, еще что-то. То есть если есть какие-то даже спортивные активности в рамках города, то это все равно футбол, там, да, какие-то хоккейная площадка. Ну, как бы, да, мы понимаем, что девочки тоже могут заниматься там этими видами спорта, но все равно, по крайней мере, в России, да, это традиционно мужские виды спорта. Вероятнее всего мяч будет гонять парень, чем девчонка. А по большому счету подросткам не так много и надо. То есть им просто нужно место, где они могут сесть и посмотреть друг напротив друга, и просто хотя бы элементарно пообщаться. Ну вот я, Дарья, вам, да, можно сразу как бы отвечу? Вот как раз опыт Нижнего Новгорода в хулиганодом. Я вам могу привести пример, два примера занятий, ну, как они называют, активити для девочек, подростков, то, о чем вы говорите. У них на базе этого центра организованы занятия с приходящими волонтерами. И вот две девочки-волонтеры, ну, девушки молодые, одна из них фотограф, которая приходит и занимается с ними фотографией на безвозмездной основе. То есть это, хочу подчеркнуть, не блогерство, а именно фотография. Как искусство, видимо. Как искусство, да, как искусство, очень хорошая девочка. А вторая, да, еще третья есть творчество, то есть, ну, как бы руками делают что-то, именно подростковые там вещи такие, всякие интересные штучки. А третья парикмахер. Она приходит и обучает девочек парикмахерскому делу. То есть не только как там себя завить или причесать, а знакомит с профессией, что это потенциально может быть в вашей профессии. И это очень востребовано. Ну, круг можно расширять, естественно, до этих занятий. Да, разумеется. Ну, это только один пример. Я тут больше веду к тому, что, получается, ну, подростки, они все равно, эти центры, как бы, да, хорошо, но эти центры опять уводят подростков, ну, как бы, из общества, получается. Почему я расскажу вот эту ситуацию... Они, наоборот, на самом деле, они подростков, Дарья, я здесь не соглашусь, они подростков приводят в общество, а не в какое-то... То есть это те подростки, которые там на улицах, вот они вне общества. Они... Они должны быть в обществе. Да. То есть вот эти подростки, даже будучи на улице, должны быть в обществе. Вот я расскажу просто пример, который был у меня перед глазами, на мой взгляд, абсолютно ужасный. И я видела, как эта ситуация развивалась вот буквально вот у меня перед глазами. У нас есть двор. И, как бы, да, прекрасно, что сейчас всех застройщиков обязывают строить детские площадки, да, но эти детские площадки на 99,9% они предназначены для детей, для тоддлеров, то есть для совсем... Для малышей. Для малышей, да, согласен с вами. Как бы, да, все лучшее детям, но вот этот маленький милый ребенок, он рано и поздно все равно вырастает в подростка. И во дворе у нас была одна качель, которая как раз была для подросткового возраста. Она была достаточно опасная, да. Возможно, управляющая компания, застройщик, не предусмотрели достаточное количество пространства вокруг нее, чтобы обезопасить детей бегающих там. И вокруг этой качели, так как там есть еще скамейки, там всегда кучковалась молодежь. Вот подростки как раз вот эти, потому что рядом 26-я школа, и их всегда было много. Это вал жалоб постоянно в чате, в домовом, постоянно каждый день, каждый вечер, с утра до вечера все жаловались на этих подростков. То есть почему эти... Почему они именно здесь, давайте уберем, я не буду сгадаться в другом. Просто одно свое существование вот этих подростков выводило людей из себя. И я как-то выходила во двор и смотрю, вот они там кучкуются, и в этот момент открываю чат, одновременно эти события произошли, и смотрю, кто-то сделал скрин вот этих вот ребят, на которых я сейчас иду, прохожу мимо двора, и написано, вот опять собрались, парочка нецензурных выражений. Я прохожу мимо. Да, они ругались нецензурно, эти дети. Но знаете, о чем они говорили? Там подростки были, вот чтобы вы понимали, 12-13 лет. Они обсуждали последнюю апелляцию по делу Юкоса. Мне хотелось написать... Слушайте, многие из вас могут поддержать вообще беседу по этой теме. Общество отвергает подростков Владимир Владимирович. Я не подожду, сейчас секундочку, я еще закончу. Это правда, Владимир? Если ты сидишь во дворе, а гуляешь где-то за 4 квартала, он тебе скажет, мама, что я буду делать? Если они исчезли с глаз, это же не означает, что они исчезли из жизни, извините. При этом, вы знаете, я могу назвать ряд примеров, когда люди понимают и осознанно идут на то, чтобы подростки были там чем-то заняты. Я знаю несколько прекрасных директоров школ, которые не закрывают свои спортивные площадки на замок, чтобы, дай бог, не сломали ничего-то, а вечером специально, наоборот, открывают, чтобы дети даже... Те дети, которые не учатся в этом учебном заведении, они могли приходить и играть в баскетбол, играть в футбол на этой площадке. При этом, если на новой хорошей площадке, если до этого, я был сам свидетелем, там площадки ломались, вламались и так далее, то здесь был найден консенсус, на мой взгляд, прекрасный. И они ничего не ломают, они заняты, да, то есть, как бы, и руководитель спокоен за свое имущество, и дети пристроены. Вот это первое. Второе. Там новое пространство и новые застройщики, которые там есть, они там хороший застройщик в нашем городе, то есть, он строит не только там для малышей, не буду называть, но все знают, это очень известно сейчас и в других регионах, ребята работают, просто я лично знаком и знаю. То есть, если мы заедем на территорию вот этого, то есть, мы увидим там и хоккейную коробку, и элементы, там, вплоть до чуть ли не боксерских груш, и элементы паркура, и элементы роллер-дромов, или скейт-парков. То есть, постарались как можно больше возможностей предоставить. То есть, не качельки-песочницы, там, для малышей, то, о чем говорите, а здесь. Если мы посмотрим с вами, возьмем там верхнюю набережную, например, да, вот у шахматного домика, да, вот там две качельки стоят, они большие, широкие, то есть, они как раз, вот это любимое место у подростков, потому что там можно сесть, вот эта кругленькая такая штучка, и покачаться. Что касается менталитета, как бы, жителей, да, я хотел бы вам, опять же, привести пример бабушек, которые сидят на скамейке, да, и вот все время там, вот, пошла. Они до сих пор сидят? Да, да, ну, это до сих пор там. Сразу диагноз дают. Передача, да, вот они пошли, наркоманы и женщины определенного поведения, да. То есть, вот, это клеймо, которое там могут, там, спокойно обыватели. Вот, а подростки, да, это, там, беспокойная категория, да, это неудобная категория, но при этом, вы знаете, вот, оставлять ситуацию, ну, например, которая многолетняя у нас напротив бывшего дома радио, там, где же дорожная больница, знаете, на Октябрьском проспекте. Ну, ближе к Комсомольской. Да, ближе к Комсомольской, да. Значит, вот прямо к ЖД-больнице пристроено здание двухэтажное, которое много лет не эксплуатируется, там, и окна выбиты, и двери, и так далее, и так далее. Так вот, там, просто, там, десятки подростков в летнее время, они там собираются, и, вот, и периодически кто-то выпадывает со второго этажа, потому что я разговаривал с ЖД-больницей, там, приемный покой в 10 метрах, то есть регулярно, там, с порезами обращаются, еще с чем-то, вот, прямо, прямо вот тут. Как удобно, простите, да. Как удобно, да, но это вот еще одна проблема, которую мы там хотели во второй части поговорить по безопасности. Ну, да, чуть позже. Вот, но проблема, которая не решается. Первое, там, да, вот комплекс. Первое, эти ребята не заняты ничем, им некуда идти, несмотря на то, что у нас рядом есть, вот, в принципе, большой парк у Диорамы, да, который, ну, и пространство большое, и там что-то попытались, там, типа, ну, скейт-парк хотя бы есть, да. Ну, демонтировали уже его, что что-то обещают. Еще раз говорю, попытались, да, но вот сейчас уже, да, по факту, ничего нет. И второй момент, заброшенные здания, с которыми, опять же, на протяжении ряда лет мне удается ничего сделать, потому что там собственник неизвестно где, это, ну, там, не снести его никак, это большая проблема. Три минуты у нас остается до завершения первой части. Давайте сейчас все-таки упомянем этот важный факт. Предварительный список пространств для подростков, уполномоченным уже создан, да? Мы провели в этом году мониторинг вообще, что у нас, что есть у нас в муниципалитетах. Ну, то есть вы, видимо, перечисляли все, что может пригодиться в почте площадки. Да, все, что может пригодиться, и нам районы дали, и, конечно, у нас ситуация в этом плане, ну, удручающая, на наш взгляд, потому что те данные, которые у нас есть сейчас в районах, у нас только несколько муниципалитетов могут похвастаться тем, что они понимают, что вот это пространство у них может быть использовано, и оно используется. И это касается там не крупных, а исключительно каких-то городов, ну, вот, в частности, там, Мурашинский район, да, на базе Дома культуры Безбожник в вечернее время функционируют помещения, где поставили они теннисный стол, мебель, есть возможность организовать общение, чаепитие именно там для подростков специально в вечернее время все понимают. А если взять... Я так понимаю, ну, десятка-два, наверное, подростков в Безбожнике. Да, но они заняты, у них есть возможность куда прийти, то есть учитывать, собственно говоря, что инфраструктура там не очень развита, да, это все равно пример достойный для, ну, подражания, на мой взгляд. Вот, а при этом другие, как бы, если мы возьмем, нам дали, что у нас все организовано, как бы это, та-та-та, в вечернее время, и при этом маленькая ссылочка там, в летнее время, то есть только в каникулы. Не круглогодично. Не круглогодично, да. И вот такое у нас достаточно часто встречается. Вот, опять же, кто-то дает нам, что это школа искусств, объединение кружки для детей и подростков, но вот здесь тоже проблема, что у нас кружков для детей значительно больше, чем кружков для подростков, и если вот мы с вами возьмем, опять же, вот мы здесь находимся, Дарья, вот через дорогу посмотрим, мы увидим негосударственное пространство для занятий спортом, и у нас очень много сейчас и дополнительного образования, и танцевальное, и очень много музыкальных, вот если мы посмотрим частных школ занятий, там, гитарой, фортепиано и так далее, это то, что у нас мы не обеспечили на государственном уровне недостаточно. Это крайне востребовано. Но спрос есть. Но спрос есть, да. И вот это как раз говорит в том числе о проблеме, о том, что у нас этих пространств не хватает. Владимир Валерьевич, минуты, чтобы некие итоги подвести. Все-таки что в ближайшее время будет и вами предприниматься, и коллегами из государственных структур, и, возможно, некоммерческих организаций? Мы по итогам проведения как раз съезда в Пензию, мы направили на Александра Валентиновича, на губернатора, на главу региона, наше предложение по развитию инфраструктуры подростковой. Мы приложили вот тот мониторинг, который мы провели, с предложением вот эту работу посмотреть и активизировать. То есть взять опыт других регионов, то, с чего мы начали сегодня, о том, что такие пространства есть, в том числе и в нашем ближайшем окружении территориальном, посмотреть те возможности, которые есть. А сами районы говорят, что мы, в принципе, готовы создать, если бы нам кто-то методически подсказал, а как это нужно сделать, да. И как раз здесь можно было бы воспользоваться опытом коллег из других регионов, как это уже сделано, какие там ошибки были, да, чтобы их не повторять. И мы этой темой будем очень активно и очень плотно заниматься. У нас есть предложение, которое нам дает наш детский общественный совет. Опять же, мы эту тему отдельно... Приуполномоченным. Приуполномоченным, да, отдельно эту тему выясняли. То есть мнение ребят обязательно, что нужно. Конечно. И вот здесь ключевой момент, что мнение детей и мнение взрослых очень часто не совпадает. Когда мы говорим, давайте мы построим вот это, а он говорит, нет, нам это не нужно, нам вот это нужно. Понятно, очень важная тема, конечно, которую нельзя бросать. Сейчас у нас небольшая пауза будет. С завершения первой части нашей передачи скоро продолжим. Дневной разворот продолжаем. Владимир Шабародин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области, у нас в гостях. Говорим о подростках, о том... О безопасности детей сейчас будем поговорить. Да, сейчас перейдем уже к безопасности. Семь минут у нас есть еще для того, чтобы разговор продолжить. Сегодня состоится очень важное мероприятие. Круглый стол на тему координации действий представителей органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений и организаций при проведении мероприятий Всероссийской акции «Безопасность детства». Год заканчивается. Вот честно признаюсь, каждый год, наглядываясь в прошедшие месяцы, и как-то вот возникают в голове происшествия, связанные с детьми, несчастные случаи. И очень много. Жизнь, она разнообразна, и порой в ней негативных моментов очень много. И все это, безусловно, печалит. Что именно сегодня будете обсуждать, Владимир Владимирович? Ну, во-первых, акция проходит, начну по инициативе полномочного президента Российской Федерации. Это акция у нас постоянно действующая, то есть это не новая. Это круглый стол, это, ну, мы называем это, наверное, круглый стол, рабочее совещание с участием всех. Ну, в том числе и подведение итогов, да? Да, и подведение итогов года, но и акцентирование на зимнем этапе. У нас будут сегодня представители и ведомств, ну, МЧС, УМВД, законодательное собрание, волонтерские организации, в частности, Лиза Алерт, отцовское движение у нас очень активно сейчас представлено, и так далее, и так далее, и так далее. Молодежное объединение, то есть это, и детский общественный совет, это акция, которая направлена на координацию усилий всех в части безопасности детства. В частности, вот, если мы говорим о зимнем периоде, у нас в этом году уже в Вятских Полянах был случай, который мог привести в Вятскополянском районе к очень серьезным посредствиям, когда там, только благодаря реакции водителей, ребенок остался жив, на ватрушке. Да, на ватрушке. И вот эта проблематика, которая, ну, эти же ватрушки, да, она ежегодно у нас в зимнее время всплывает, и мы были свидетелем, я, например, в прошлом году сам был свидетелем того, как ребенка на ватрушке катали за автомобилем, что для меня вообще абсолютно непонятно и дико, и я был, потому что этот автомобиль выехал мне навстречу, там, из-за угла, я сам ехал, я вынужден аккуратно был, собственно говоря, там, встать и провести... То есть это даже было не на какой-то... Нет-нет, это не на горке, не в поле, не на льду, вот как не на озере, это просто... Дорога общего пользования. Дорога общего пользования, то есть это же в рамках населенного пункта, там, поселка, да, то есть я был аккуратненько вынужден, ну, так вот, приградить дорогу и провести раздействительную беседу, там, с родителями, то есть, причем мама, которая шла, там, за это, она вообще не понимала, о чем речь идет, это, там, мы... Это наш поселок, мы что хотим тут делаем, наш ребенок, вот, то есть вот это наш ребенок, собственно говоря, чего вам вообще надо? Такое чувство, некоторые люди думают, что если они ребенка завели, они могут его и уничтожить. Вот это формулировка как бы есть, и, собственно говоря, ну, благо у нас всегда есть под рукой статистика, там, и на телефоне, и ссылки есть, то есть я им просто, там, потратил некое количество времени и показал количество, там, смертельных случаев, там, а ссылки тогда... Вот, смотрите, вот, смотрите, все, то есть папа сказал, ну, я понял, как бы, все, вот, ну, это вот примеры жизни, да, и что касается, там, опасных объектов, вот, у нас, если мы возьмем, там, прошлый зимний период, да, у нас там несколько цифр, то, вот, совместными усилиями было выявлено 504 заброшенных недостроенных сооружений, представляющих опасность для детей, там, почти 16 тысяч чердачных помещений. МЧС проводили почти, там, 16 тысяч проверок. Это такой большой комплекс, это включает в себя и мероприятие по, там, пожароопасным вот этим вещам, начиная от торговых центров, и заканчивая, там, многодетными семьями. А пожары, это вообще отдельная беда зимнего периода, и у нас сегодня... У нас бывают недели, когда практически ежедневно у нас следственные органы сообщают о несчастьях. Сгорели, угорели, пожар, и у нас сегодня, мы на круглый стол пригласили двух ребят, как раз по итогам этого года, у нас один мальчик, который спас людей на пожаре, третий классник. В Котельниче. Да, в Котельниче, Андрей. И Иван Чекалкин, это студент Куменского гранатехнологического техникума, который в июле спас двух человек, маму с дочкой. Из воды. Из воды, да, как раз в Куменах, недалеко. И мы сегодня хотели бы отметить этих ребят, как ребят, которые непосредственно участвуют в этой акции, являются теми людьми, которые, явились теми людьми, которые спасли человеческие жизни. Мы всегда привлекаем к этой акции институт развития образования для того, чтобы донести до родительского сообщества вообще проблемы. И немножко как бы разные акценты, почему мы собираем там перед зимой и перед летом отдельно, потому что у нас, например, и Лиза Алерт всегда, ребята, присутствуют, которые... Мы всегда говорим о том, что вот начинается зима, у нас начинается первый лед, у нас начинаются провалы под лед, вот просто сразу там выход на тонкий лед и взрослых, и детей. У нас начинается лето, и у нас начинается гибель на водных объектах. И здесь, там, летом мы говорим о том, что нужно, если все равно здесь купаются, и такие возможности есть, у нас очень хорошее было решение совместно с МЧСниками. Поле этого, потому что у них проходит учение, скажем так, водолазов, и они говорят, что мы можем дно-то проверить и промерить именно в этом месте. То есть, возможно, сделать его безопасным и оборудовать здесь в муниципалитете. Все-таки, если все равно все здесь ходят и все купаются, то давайте, возможно, сделаем безопасно. А если есть какая-то альтернатива, тогда нужно нам или перекрывать там полностью для того, чтобы вот этот поток уходил туда. Ну, видимо, все упирается в деньги в муниципальном бюджете зачастую. Есть моменты, которые не требуют средств, и об этом тоже очень много говорится. Есть очевидные вещи, которые просто требуют постоянного контроля. И у нас сейчас, в частности, там, АЦИ России проводят так называемые там отцовские патрули, которые связаны в том числе с безопасностью территории. То есть, если там сломанный люк, то есть, надо просто позвонить, чтобы эту крышку люка приехали и поменяли. То есть, не надо строить что-то еще там новое. А если у нас построена новая горка, но при этом рядом старая там не демонтирована, а она уже рушится, не нужно дожидаться, когда там кто-то с нее свалится или поранится, нужно ее просто убрать. И таких примеров очень много. И вот комплекс по безопасности вообще в целом включает в себя, ну, вот очень много, очень много аспектов. И здесь важно, чтобы у нас в этом принимали участие все. То есть, еще раз подчеркну, эта акция, она у нас не разово не приурочена к чему-то, она у нас идет постоянно действующей. И мы просто там раз в полгода, в частности, вот такой формат круглослов проводим для того, чтобы посмотреть, что было сделано за лето, некие итоги подвести, что у нас, какая текущая ситуация сейчас, зимний период, что нам нужно сделать еще, на чем работать, сосредоточить, какие у нас новые проблемы появились, где что-то нужно там добавить и усилить. Давайте будем просто внимательны друг к другу, да, в первую очередь. Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области, спасибо большое, завершается на этом первая часть нашей программы, ну, а мы с Дарей не прощаемся.